Привет, я Джеймс Патрик, режиссер фильма «Большая картина». В этом интервью я беседовал со своим другом Дугласом МакГрегором, бывшим полковником армии и советником президента Трампа. В этом интервью я спросил его, что он думает о войне на Украине. Действительно ли все это помогает Украине? Это помогает Америке? Давай послушаем, что он хочет сказать. Мы думаем о себе как о непобедимом и уязвимом колоссе, который покоряет весь мир. На самом деле это не так. И к тому же мы не в состоянии вкладывать средства туда, куда нам нужно здесь у себя дома. Мы не вкладываем средства в высокотехнологичное производство. Мы не вкладываем средства в энергетику. Мы не вкладываем средства в сельскохозяйственный сектор. Это наши самые сильные стороны, которыми мы должны воспользоваться. Мы не собираемся этого делать. И вместо того, чтобы бояться Китая, нам следует ограничить наши воздействия там, где, по нашему мнению, они представляют для нас экономическую угрозу. Но прекратить эту нелепую чушь, связанную с очередным вступлением в войну, 6 в нескольких милях от Соединенных Штатов, над малоизвестным островом под названием Тайвань. Это глупо, это полная бессмыслица. Точно так же, как борьба с русскими на Украине бессмысленна и для нас. Это не имеет никакого отношения к делу, это безумие какое-то. После окончания Вестпойнта я 28 лет прослужил в регулярной армии. Я уволился из армии в конце 2004 года, затем я начал работать на различных должностях в оборонной промышленности или внутри нее. Либо в качестве консультанта, либо консультанта, а затем, в конечном счете, стал обычным комментатором на по телевидению и радио, рассказывал о военных делах. И, наконец, стал старшим советником министра обороны при Дональде Трампе в последние месяцы его президентства. Итак, когда началась вся эта история с Украиной, каков был твой первый ответный шаг? Я находился в некотором роде на периферии украинского кризиса, если угодно. Меня попросили взглянуть на Украину еще в 2014 году, после так называемой революции Майдана. В результате которой было установлено это очень правое правительство, враждебное России, в значительной степени уступившее и казненное Соединенные Штаты и ЦРУ. Со временем украинское правительство в Киеве начало активно притеснять русскоязычное население. Русские внутри Украины, несмотря на то, что они были гражданами Украины, фактически стали гражданами второго сорта. И поэтому конфликт был всего лишь вопросом когда, а не если. У Украины интересная история. Само слово Украина означает на периферии, на краю или на краю, в зависимости от того, как вы хотите его перевести. А люди, живущие на окраине того, что называлось Россией, всегда отличались от самих русских. И в Украине развелось сильное чувство идентичности, особенно в 20 веке. Люди утверждали, что оно существовало всегда, всегда существовал украинский народ. Но я не думаю, что чувство государственности действительно существовало до окончания Первой мировой войны. Постройте нацию после того, как имперские германские и австрийские войска уйдут оттуда. Эта попытка провалилась, и в конечном счете Украина была большевизирована, как и вся остальная царская империя. К сожалению, Ленин, который изучал историю, очень хорошо понимал царскую Россию, и он изменил границы. Чтобы гарантировать, что в различных провинциях или областях всегда были меньшинства, как бы вы их ни называли, который предотвратил бы любую крупную концентрацию сил, которая могла бы быть направлена в центр. Другими словами, давайте включим в него русских татар и других людей внутри Украины, которые не являются украинцами, чтобы гарантировать, что не возникнет этнически чистой Украины, которая могла бы представлять угрозу единству в Советском Союзе. И это было сделано в ответ на протесты крестьян Кулаков и Т.Д. На самом деле это произойдет позже. Это было при Сталине, и Сталин намеревался полностью уничтожить и уничтожить десятки миллионов людей, не только в Украине, но и в России, которые были так называемыми независимыми фермерами. В общих чертах это можно определить как человека, у которого есть земельный участок, и который может владеть коровой. Другими словами, это было частью гамбита классовой войны, натравливающего людей друг на друга. Но это также создало возможность для людей грабить Украину, убивать людей, грабить их имущество, обогащаться твои друзья, головорезы, которые поддерживают тебя в Москве. Мы думаем, что погибло где-то от 7, 8, 9 до 10 миллионов украинцев, а также возможно один или два миллиона россиян, которые просто случайно оказались у нас на пути. Это был уже не первый случай, когда случился голод, организованный с целью убийства людей. Такое уже случалось при Троцком и Ленине. Сталин довел это до совершенства, возвел в ранг высокого искусства. Мы не знаем, сколько миллионов людей погибло между тем, как произошла большевистская революция и началом Второй мировой войны, но определенно где-то к северу от 20 миллионов погибших. Это был ужасный период, и украинцы, конечно же, никогда не забывали об этом. Этот организованный голод затем становится предлогом для эффективного уничтожения населения, в попытке советизировать его, превратить в того, кого большевики называли советским человеком. Были совершены ужасные преступления, были уничтожены целые семьи, и это, конечно же, впоследствии заложило основу для Холокоста. НКВД, который был ответственен за это, убил большое количество украинцев. И в конечном счете украинцы затем отреагировали приходом немцев во время Второй мировой войны на освобождение. И вымещайте свою ненависть, гнев и враждебность на всех, кто попадется вам на глаза. Сегодня это трудно охарактеризовать. Потому что мы не понимаем, каково это, если ты единственный оставшийся в живых член семьи, скажем, из 11 или 12 человек, в которую входили бабушка и дедушка. И что твоя земля, на которой ты жил сотни лет, была отнята у тебя вместе со всеми ваши вещи так, чтобы у вас буквально ничего не осталось. В конце концов ты научишься ненавидеть Москву, ненавидеть центр города, и будешь готов на все, чтобы уничтожить их. И любой, кто встретится тебе на пути и пообещает уничтожить их, будет твоим другом. Именно это по сути и произошло в Украине. Люди на Западе почти ничего не знают о Восточной Европе. Если вы посмотрите на обсуждение Версальского договора, то увидите, что уровень невежества в отношении Восточной Европы, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии просто поразителен. Или в таком месте, как Молдавия, которая раньше называлась Бессарабией, вообще нет никакого понимания того, что там существовало, никакого понимания того, что там было. Люди, осознайте всю сложность этой истории. И это привело к целому ряду неправильных решений, которые привели к созданию организации по Версальскому договору. Так что суть в том, что я не виню людей на Западе в том, что они не уделяют этому должного внимания. Мне было легче смотреть на то, что происходило в Германии, потому что немцы открыто говорили об этом. Ты мог бы пройтись по улицам и посмотреть, что происходит, и все равно нашлось бы много немцев, желающих поговорить с тобой. Такого не было в Советском Союзе, где царил абсолютный террор, абсолютный контроль со стороны НКВД, который гарантировал, что Сталин знал все, а все остальные ничего не знали. В январе меня спросили, войдут ли русские или нет, и я был одним из немногих людей в Вашингтоне, тем не менее, абсолютно точно, они войдут внутрь. Потому что им угрожала серьезная опасность. Ты должен помнить, что после 2014 года украинцы начали процесс нападения на так называемые две самопровозглашенные республики, Донецкую и Луганскую на Востоке, которые были полностью русскоязычными. И в период с 2014 по 2021 год они убили примерно 14 человек. И это было одной из причин того, что у нас была возможность Минский корпус, потому что Путин, который пытался избежать войны, обратился к западным державам и сказал, послушайте, у нас должно быть какое-то решение в Украине, которое обеспечивало бы благосостояние, заботу и безопасность россиян, живущих на украинской земле. Никому не было особенно интересно слушать, но он убедил Меркеля Макрона подписаться под этими минскими соглашениями, которые по сути обязывали Украину принять меры для обеспечения равного отношения к русским перед законом, чтобы они могли говорить на своем языке, ходить в школу и так далее, как русские внутри Украины. Запад никогда не воспринимал это всерьез, и именно это конечно же публично признала канцлер Меркель летом. А именно то, что весь процесс достижения минских соглашений был просто направлен на то, чтобы выиграть время для продолжения наращивания так называемой украинской армии. И то, что происходило с 2014 года, это очень целенаправленные и целенаправленные усилия по созданию не просто армии для защиты Украины, но и армии, которая нападет на Россию. Армия, появившаяся в результате этого процесса и воюющая, как мы видим, в 2022 году, была очень мощной силой. Она была чрезвычайно хорошо подготовлена по стандартам НАТО. Численность постоянного контингента составляет около 450 человек, в том числе 200 подготовленных резервистов. Есть много свидетельств того, что к весне 2022 года эта армия, скорее всего, будет брошена на эти две отколовшиеся республики, с целью заставить их вернуться под власть Украины. И я думаю, что Путин решил, что поскольку минские соглашения провалились, он предпримет последнее дипломатическое усилие, которое, конечно же, он предпринимает в декабре и январе, чтобы попытаться убедить нас, главным образом тех, кто является реальными сторонниками войны в Украине. Сесть за стол переговоров, соберитесь за столом и примите меры, которые позволили бы избежать войны. Мы продемонстрировали свою полную незаинтересованность, но я думаю, что большинство людей в Вашингтоне пришли к выводу, что российская экономика недостаточно сильна, чтобы поддерживать серьезную войну, и что в конечном счете русские откажутся и не пойдут на это. Я был совершенно убежден, что так оно и будет. Однако я думал, что они поступят совсем не так, как поступили. Они действовали с относительно небольшими силами, и я думаю, что их попытка состояла в том, чтобы сделать две вещи. Во-первых, постараться избежать убийства как можно большего числа людей. Во-вторых, избежать нанесения ущерба инфраструктуре. А затем, в-третьих, убедить нас на Западе в том, что он вполне серьезно относится к своей просьбе об урегулировании путем переговоров. Ему требуется несколько месяцев, чтобы обнаружить, конечно же, к июню и июлю, что у него нет партнеров по переговорам на Западе. И что еще более важно, он обнаруживает, что мы в Соединенных Штатах готовы эффективно финансировать эту войну против России на неопределенный срок, потому что наша реальная цель отстранить Путина от власти, и это очень ясно прозвучало в речи Байдена в Варшаве во время его визита в марте. И в конечном счете для того, чтобы расчленить Россию, расчленить ее на части, получить контроль над ее ресурсами, буквально стереть Россию с лица земли как великую державу. Это никогда не было приемлемо ни для Путина, ни если уж на то пошло для российской нации, и поэтому им пришлось принять какие-то новые решения. Мы не сможем вести эту войну с тем, что у нас есть. Нам придется создавать новые, более крупные и совершенные вооруженные силы. И с тех пор русские привлекли еще 400 резервистов и добровольцев. Эти люди сейчас проходят подготовку, они были ассимилированы в российской армии и рассредоточены по всей Украине. Подавляющее большинство этих военнослужащих продолжают проходить подготовку и находятся в резерве. Так вот, что они сделали, так это переместили часть российских войск вперед, чтобы они могли видеть поле боя, видеть врага. Некоторые подразделения получили ограниченную экспозицию, но по большей части война на юге велась с опорой на то, что я бы назвал ударом ИОР сложный комплекс. Именно здесь вы связываете разведывательные, наблюдательные, разведывательные платформы, пилотируемые и беспилотные, как космического, так и наземного базирования, с ударными системами. Ударные системы это артиллерия, пограничные войска, ракеты, ракеты и беспилотные летательные аппараты. Это то, что мы сейчас называем беспилотными летательными аппаратами. Все это было организовано таким образом, чтобы быть очень отзывчивым, за очень короткий промежуток времени и уничтожить скопление украинских войск, когда они пытаются атаковать русских в обороне. Эта операция была чрезвычайно успешной. И в результате, безусловно, в ноябре, декабре и январе, обменный курс составлял примерно 8 погибших украинцев на каждого убитого россиянина. И люди на Западе не понимают, что разница в ударной мощи составляет 1 к 10. На каждое оружие имеющееся у украинцев, у русских приходится 10 единиц оружия. Путин отдал строгий приказ, не убивайте мирных жителей, не разрушайте инфраструктуру. А затем, когда они поняли, что у них недостаточно сил, они решили фактически взять в осаду такие места, как Мелитополь и Мариуполь. В Мариуполе тысячи украинцев в конце концов сдались в плен, но они убили тысячи украинцев. Так вот, они поняли, что было бы не очень разумно заходить в здание из комнаты в комнату и пытаться выкопать оттуда людей. Проще было просто отрезать их от мира, отключить электричество в воду, а затем позволить времени сделать за них свою работу. Проблема русских заключается вот в чем. Мы уже говорили, что не отступим и будем сражаться с ними до тех пор, пока они не будут уничтожены. Если ты скажешь русским об этом, они скажут себе, эта война закончится только тогда, когда мы окажемся на польской границе. Честно говоря, это ужасная ситуация для Украины, потому что мы уже заявили, что не будем вести переговоры. Я не думаю, что Путин ожидал, что это затянется надолго. Я думаю, он действительно думал, что как только он покажет нам на Западе, что он настроен серьезно. И что русские не потерпят этого крупного антироссийского военного истеблишмента на востоке Украины, мы тогда скажем, стоп, давайте вести переговоры. И, конечно же, он был неправ. Его самый большой страх заключался не только в том, что украинские войска находятся на востоке Украины, но и в том, что со временем мы разместим на востоке Украины ракеты, которые могут достичь российских средств ядерного сдерживания. И это беспокоило его по поводу его способности тогда удержать нас от применения ядерного оружия против России в будущем. Но как же эта операция могла затянуться так надолго? Все очень просто. У него была относительно небольшая регулярная армия. И эти небольшие силы были просто недостаточно велики, чтобы вести войну в стране размером с Техас. Не забывай, что поначалу его интересовала только часть территории, которую мы бы назвали Техасом. Это выглядит так, как если бы ты сказал, что попрошайничество и Восточный Техас принадлежат русским, а остальная часть — украинцам. Я хочу обеспечить российским гражданам, проживающим в попрошайничестве и в Восточном Техасе, равные права перед законом. Их не притесняют, с ними не обращаются жестоко, их не наказывают за то, что они русские. Именно это и было его целью. А затем найти какое-то решение для двух республик, Луганской и Донецкой, и добиться от украинцев понимания того, что Крым не подлежит обсуждению. Он по праву принадлежит России и был таковым на протяжении сотен лет. И тогда он надеялся, что сможет сделать Украину нейтральной как многонациональное многокультурное государство. Что довольно интересно, потому что все эти люди в настоящее время ведут войну против него, которые якобы настаивают здесь на многонациональности и мультикультурализме. Но они хотят уничтожить Россию в то время, когда Россия была заинтересована только в обеспечении равных прав для своих собственных граждан и нейтралитета для Украины. Мы настаивали на том, что нет, Украина должна быть членом НАТО. И российская позиция оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Нет, это касается наших границ. Она находится на нашей границе. Мы примем нейтралитет. Там нет ни чьих войск, ни ваших, ни наших, ни чьих, либо кроме украинцев. К тому же они считали австрийский государственный договор хорошей моделью для Украины. И если ты еще не ознакомился с австрийским государственным договором, то тебе следует это сделать, потому что он сработал очень эффективно. И он был убежден, что это может сработать и в Украине. Очевидно, что он ошибался, и это не оставило ему иного выбора, кроме как поступить так, как он поступил. По имеющимся оценкам, к настоящему времени украинцы выставили три армии подряд. Весной первая армия была в значительной степени уничтожена. Вопреки распространенному мнению, украинцы не одерживали беспощадных побед, о чем сообщалось в средствах массовой информации. Обменный курс по отношению к русским никогда не был хорошим. А затем в летнее время они сформировали вторую армию, которая должна была перейти в наступление против русских. Эта армия была в значительной степени уничтожена в полном составе. А затем они создали третью армию, которая сейчас умирает, и большая ее часть погибла в Бахмуте, вдоль этого 160-мильного фронта, век к северу от Донбасса, в бассейне реки Пончики. Бахмут превратился, вероятно, в одну из самых масштабных кровавых бань, которые мы когда-либо видели, особенно со времен битвы за Шанхай, в 1937 году. В настоящее время, по оценкам, погибло 250 украинцев. Это выходит за рамки того, что я ожидал. Я думал, что может быть 200 долларов, но мне говорят, что нет, это намного выше. И это опять же из-за подавляющего ударного присутствия российской стороны. У русских есть преимущество в воздухе, у них есть преимущество на земле, и украинцы не могут компенсировать это, потому что у них просто нет необходимых средств. Все, что мы им посылаем, уничтожается почти сразу же, как только появляется на фронте. Они посылают туда эти высокоточные системы, реактивные артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты, которые пролетают над Марсом, идентифицируют их, артиллерия поражает их, и они погибают. И так продолжается бесконечно, бесконечно и бесконечно. Я просто хочу сказать, что вся эта история с Украиной для них мертва. Да, абсолютно верно. Они будут в долгах веками. Они уже влезли в долги, и у них нет никаких шансов когда-нибудь выбраться из этого положения. В этом-то и заключается великая трагедия. Украина как нация была уничтожена. Они начинали, как мы думаем, примерно с 37 миллионов 37,5. Помните, если вернуться в начало 90-х годов, то в Украине проживало почти 90 человек, 90 миллионов человек. Когда началась эта война, там проживало около 37,5 миллионов человек. К тому времени на Западе уже работало и жило 2 миллиона украинцев. Другими словами, они были повсюду, от Лондона до Рима. А теперь добавьте к этому еще 10 с лишним миллионов беженцев. По меньшей мере 2 миллиона украинцев, которые были русскими, уехали в Россию. Еще 9 миллионов украинцев плюс ко всему уехали в Западную Европу. И с каждым днем туда приезжает все больше и больше людей. Там почти не осталось женщин и детей. У вас действительно есть несколько мужчин, но по нашим оценкам в Украине осталось от 18 до 22 миллионов человек. А сколько из этих мужчин находятся в хорошей физической форме и способны сражаться? Я не знаю, каков этот потенциал, но он намного ниже того, что люди оценивали изначально. И сейчас они привлекают женщин, юноши и мужчин старше 40 лет, 5060 человек, чтобы присоединиться к подразделениям, численность которых сократилась, скажем, с 500 человек до 100 человек. Эта трагедия не похожа ни на что, что мы видели со времен Второй мировой войны, разворачивающейся у нас на глазах. Если ты посмотришь на людей, которые прямо сейчас руководят шоу в Украине, то, похоже, они не очень-то обеспокоены разрушением украинской нации и ее государства. Это самое лучшее, что я могу сказать. Они ведут себя очень похоже на Сталина. И теперь мы знаем, что потери во время Второй мировой войны составили не 20 миллионов человек, а по меньшей мере 35-39 миллионов. На самом деле, когда я был в Москве в 2001 году, мне сказали, что тогда они насчитали 39,90 миллиона. И все еще подсчитывают, основываясь на своем доступе к интернету. Архивы НКВД. Это правительство, похоже, мыслит именно так, что оно может пожертвовать целыми поколениями людей ради достижения своих целей. Я не вижу никаких свидетельств того, что это сработает. К тому же у русских не скоро кончатся боеприпасы. Мы уже много раз слышали о том, что у русских кончается все необходимое. Их заводы, их производственные центры выпускают оборудование и боеприпасы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и в несколько смен. У русских ничего не заканчивается, в отличие от нас. У нас вот-вот закончатся наши собственные военные запасы. То же самое произошло и в Европе, где военные запасы с самого начала никогда не были очень высокими. Так вот, министр обороны Германии говорит вам, мы не можем посылать больше ничего, иначе мы не сможем защитить себя. И я думаю, что сейчас вы услышите это от многих европейских государств. Помогает ли что-нибудь из этого Украине? Я так не думаю. Я думаю, что единственное, что мы сделали, это сыграли ключевую роль в разрушении Украины. И с самого начала я говорил нескольким людям, что Украина для русских, это по сути то же самое, что Мексика для нас. Если бы мы обнаружили, что существует большая армия, созданная исключительно для нападения на Соединенные Штаты. И ее целью было, цитирую без кавычек, освободить Нью-Мексико, Техас, Аризону и Южную Калифорнию от злых белых янки. Я думаю, мы бы немедленно предприняли действия, чтобы уничтожить эту армию. Русские, по сути дела, поступили точно так же. Так что у украинцев никогда не было ни малейшего шанса выиграть полномасштабную войну с Россией. И прямо сейчас у них идет полномасштабная война с Россией. У тебя есть нация численностью более 140 миллионов человек, в которой проживает 37 миллионов человек. А сейчас их число сократилось где-то между 18 и 22 миллионами. Я не думаю, что есть большая вероятность того, что нация численностью 140 миллионов человек проиграет. И вот, наконец, русские находятся на территории, где есть ресурсы производства, промышленность, техническое развитие, которые составляют около 90% украинского волового национального продукта. Они уже контролируют эту территорию и не собираются ее покидать. Так как же же продление этой войны поможет Украине? Я не думаю, что это поможет. Я не вижу никаких доказательств в пользу этого. Когда ты имеешь дело с военным и политическим руководством в Вашингтоне, ключевые вопросы, которые никогда не задаются, заключаются в следующем. Во-первых, какова цель этой операции? А потом кто-то говорит, что цель состоит в том, чтобы отстранить Путина от власти. Это глупая идея, потому что этого никогда не произойдет. Если такова твоя цель, то эта цель не имеет никакого смысла. Так что поставь мне еще одну цель. Мы хотим причинить вред русским. А в каком отношении это имеет значение? Мы собираемся применить к ним санкции. Мы уже знаем, что санкции провалились. У нас нет никаких шансов разрушить российскую экономику с помощью санкций. Напротив, в настоящее время рубль является одной из самых сильных валют в мире. И российская экономика действительно процветает, потому что в мире есть много людей, которые хотят вести бизнес с русскими, потому что у русских в изобилии продуктов питания и ресурсов, минеральных ресурсов, нефть, природный газ. Так что если это действительно так, то это не является разумной целью. Так что поставь перед нами еще одну цель. Мы никогда не проходим через это. Если ты не задашь первый вопрос, то в чем же заключается эта цель? И если ты придумаешь что-нибудь разумное, то второй вопрос будет звучать так, как ты планируешь это сделать. И никто никогда не садился за стол, мы просто собираемся обрушить лавину оборудования прямо на украинцев. Мы собираемся предоставить им наши лучшие разведанные. Этого должно быть достаточно. Ну и наконец, как бы ты хотел, чтобы все это выглядело, когда все закончится? Мы хотим, чтобы Россия была уничтожена, а Путин ушел. Повторяю еще раз, это полный абсурд. Это какая-то бессмыслица. О чем ты вообще говоришь? Это какое-то безумие, сумасшедший город. Так что с тобой не разговаривают ответственные, зрелые, уравновешенные дипломаты и военные командиры. Ты разговариваешь с людьми, которые хуже дилетантов. Они идеологически слепы к реальности. Их ненависть вывела их из равновесия. Первый вопрос, который я задал людям, когда они начинали, был таков. Россия, как только Россия будет уничтожена, останется только Китай. Где же эти российские и китайские армии мобилизуются, чтобы вторгнуться в нас? Где же эти огромные военно-воздушные силы, готовые атаковать нас и бомбить? Где же эти огромные флоты собираются у нашего берега, чтобы вторгнуться в нас и уничтожить? Это просто абсурдно. Это безумие какое-то. Нам по-прежнему повезло в том, что мы действительно живем между двумя большими океанами. У нас есть огромное стратегическое преимущество перед всеми остальными. Мы растратили его впустую, нажив врагов там, где на самом деле, честно говоря, их не было. И это очень верно в отношении России. Россия действительно очень тесно сотрудничала с нами, особенно после 2001 года. И их помощь нам в Афганистане в самом начале была абсолютно необходима. Если бы у нас не было их разведанных и их поддержки со стороны Северного Альянса, мы не смогли бы отправиться в эту страну и оставаться там сколько-нибудь долго. Представление о том, что Россия является этим безоговорочно враждебным врагом, никогда не было правдой. Я думаю, что так оно и есть сейчас. И я думаю, что пройдут десятилетия, прежде чем русские действительно оправятся от своего опыта общения с нами. На данном этапе трудно предвидеть, что для нас произойдет что-то хорошее. Я не думаю, что НАТО переживет этот опыт. Я думаю, что европейцы выйдут из этого положения с новыми правительствами. Я не знаю, произойдет ли это на следующей неделе или через шесть месяцев, но я думаю, что правительство в Европе скоро изменится. Ты увидишь появление новых лидеров, и их отношение будет таким. Почему мы должны следовать за этими американцами? Со всем тем, что нам не нравится в китайцах, мы можем справиться здесь у себя дома. Если ты не хочешь, чтобы китайцы украли твою интеллектуальную собственность, тогда не допускай их в свои лаборатории, корпоративные лаборатории, университетские лаборатории, в свои исследования и разработки. Зачем же впускать их туда? Зачем же позволять им учиться в наших университетах, если ты так беспокоишься о китайцах? Почему бы тебе не защитить свою границу? Прямо сейчас ты позволяешь тысячам китайцев нелегально въезжать в нашу страну. Мы даже не знаем, куда они направились, мы не знаем, куда они направляются. Мы не знаем, для чего они здесь собрались. Похоже, это никого не беспокоит. Но все эти вопросы следует решать здесь у себя дома первого числа. А затем тебе потребуется разработать торговую политику. А торговая политика очень проста. Мы будем вести дела с Китаем, если это будет в наших интересах. Если это не в наших интересах, нам не следует вести с ними дела. Это очень простая перспектива. И мы должны за что-то зацепиться. Мы должны взять под контроль эту очень коррумпированную элиту в этой стране. Люди, которые отправили нашу производственную базу в Китай, принадлежат к богатому правящему классу этой страны. Они начали этот процесс еще во времена правления Рейгана, а в 90-е годы при Клинтоне он просто пошел как снежный ком. Многие люди разбогатели на поставках этих фабрик, этих производственных центров. Какая нам разница, была ли Украина нейтральной или нет? Никакой разницы не было. Мы должны были сделать ее нейтральной. Когда Эйзенхауэр был президентом, он в конечном счете приветствовал нейтралитет Австрии, потому что утверждал, что у нас нет ресурсов для защиты всех этих стран. Чем больше нейтральных государств мы создадим, тем легче ляжет на нас военное бремя. Это было в 1950-е годы, когда мы определенно были сильнее в общепринятом смысле, чем сегодня. И если вы посмотрите на соотношение сил между различными государствами, то увидите, что в России мы имеем дело с континентальной державой. Мы в первую очередь являемся морской и аэрокосмической державой. Наши силы действительно находятся на море и в воздухе. Мы являемся всего лишь сухопутной державой в западном полушарии. Так что идея о том, что так или иначе мы собираемся сразиться с континентальной державой и победить ее, является смехотворной бессмыслицей. К тому же мы не в состоянии вкладывать средства туда, куда нам нужно здесь у себя дома. Мы не вкладываем средства в высокотехнологичное производство. Мы не вкладываем средства в энергетику. Мы не вкладываем средства в сельскохозяйственный сектор. Это наши самые сильные стороны, которыми мы должны воспользоваться. Мы не собираемся этого делать. И вместо того, чтобы бояться Китая, нам следует ограничить наше воздействие там, где, по нашему мнению, он представляет для нас экономическую угрозу. Не забывай, что Китай отказался от коммунизма в начале 1990-х годов. Именно этого люди, похожие, не понимают. Мы все время повторяем. Коммунистическая партия Китая, коммунистическая партия Китая. Я бросаю вызов любому желающему найти коммунистов Китая. Эти люди настоящие капиталисты. Они понимают, как можно зарабатывать деньги. И все, чего хочет Китай, это превратить себя в некое подобие Сингапура. Кстати, то же самое делают японцы и корейцы. Все они просто в восторге от сингапурской модели. Для нас это достойно порицания, потому что мы бы сказали, что Сингапур фашистское государство, каковым оно, конечно же, и является. Это партнерство между корпорациями и правительством, выходит далеко за рамки всего, что мы себе представляем. К тому же правила и законы, действующие в этих областях, строго соблюдаются правительством, и правительству принадлежит практически вся собственность. Мы ничего не понимаем в Азии. Мы не понимаем людей, живущих в Азии. Мы абсолютно не понимаем китайцев и того, чего они хотят. Они не хотят жить в условиях либеральной демократии, как мы себе это представляем. Они не хотят избирать президента по многопартийной системе. Си Цзиньпин, по сути, является современным эквивалентом китайского императора. И они очень довольны этим, потому что считают это абсолютно необходимым для обеспечения своей безопасности. А каковы же те три вещи, которых жители Азии ожидают от своего правительства? Они ожидают обеспечения безопасности от внешних нападений. И именно это китайским императорам с треском не удалось сделать за последние 200 лет правления Китайской империи. Они ожидают, что народ будет сыт, и это еще кое-что, чего императоры не смогли сделать в конце своей династии или династической преемственности. И в-третьих, они ожидают, что население будет обеспечено защитой. Так вот, если вы посмотрите на эти три вещи, то увидите, что сегодняшнее китайское руководство очень хорошо справилось с этими задачами. Если вы сравните Китай, скажем, с Индией, то в Китае не существует ни одной из тех ужасающих форм нищеты, ужасающей нищеты, которые вы видите на улицах Индии. А ведь в Китае проживает 1,4 миллиарда человек. Эти три вещи именно то, чего они хотят. Мы, жители Соединенных Штатов, должны требовать чего-то подобного от нашего собственного правительства. Безопасность — это задача номер один для нашей страны. И к этому мы относимся с полным презрением, если не с полным равнодушием. Они действительно были заинтересованы в том, чтобы защитить нас. У нас не было бы такой волны преступности, захлестнувшей всю страну. У нас не было бы таких открытых границ. Скольких преступников-рецидивистов мы регулярно задерживаем, которые были освобождены за всевозможные ужасные преступления, которые были депортированы и продолжают возвращаться? Что же это за чушь такая? Почему же мы терпим все это? У нас есть правительство, которое похоже склонно к самоубийству как здесь у себя дома, так и за рубежом. Они подбирают себе врагов, с которыми мы не можем справиться после поражения, да нам не стоит пытаться, да в этом и нет необходимости. И в то же время здесь у себя дома они творят вещи, разрушительные для нашего общества. Трудно представить себе худшее стечение обстоятельств. И вопрос заключается не столько в том, что нам делать с правительством, а в том, что нам делать с американским народом. А кто такие американцы на самом деле? Где же они находятся? Что же они делают? Когда же они наконец встанут и больше ничего не скажут? Мы больше не будем этого терпеть. Этого еще не произошло, потому что уровень жизни здесь все еще слишком высок. Жизнь по-прежнему слишком легка. Я думаю, что нынешний финансовый и экономический кризис вот-вот изменит это положение вещей. И поэтому, возможно, это пробудит у американского народа чувство ответственности перед самим собой. И может быть тогда у нас появится другое правительство, которое захочет защитить нас, которое захочет нас накормить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!